Актуальная интервью Это участие в ежегодном всероссийском форуме национального единства, который проходил в Перми. Основное было обсуждение исполнения стратегии государственной национальной политики. Расскажите об этой стратегии и как она реализовывается в нашей республике. Добрый день, уважаемые телезрители. Да, мы в этом году, наша делегация республики Сахаякутия в четвертый раз участвовала во всероссийском форуме национального единства, который ежегодно, начиная с 2014 года, проводится в Перми. И да, мы уже говорили о том, что стратегия государственной национальной политики была принята в 2012 году. Вот скоро 19 декабря будет юбилей. И вот на этом форуме действительно мы обсуждаем, что возможно сделать. Правильно ли эта стратегия, какие направления, какие актуальны. Естественно, каждый раз задач становится все больше. Ну, хочется вот с удовлетворением, наверное, отметить то, что все-таки система государственной национальной политики в Российской Федерации, она выстроена уже. Да, там все-таки есть это стратегии, есть у нас федеральное агентство по делам национальности, есть у нас программа, которая обеспечивает не только там, ну, само, это самое, российские только проекты, но и доходит до регионального уровня. И в регионах у нас в Республике Саха-Якутия есть Министерство по развитию институтов гражданского общества, есть у нас Дом дружбы народов, который проводит именно с населением работы, есть у нас Ассамблея народов Республики Саха-Якутия, которая в этом году в пятый раз провела съезд, свой съезд. Есть у нас национально-культурное объединение, вот получается, в принципе, выстроена такая система. Ну, в муниципальных образованиях Республики Саха-Якутия тоже каким-то образом, ну, упорядочена вот эта вот система. Поэтому, да, вот те эксперты, которые, вот федеральные эксперты, которые приехали на форум, они так вот и отмечали, что в принципе сейчас вот для нас понятно, да, там, какую работу мы будем проводить. Да, поэтому я была первый раз, когда вот проводился в 2014 году, тогда у нас были конкурсы среди специалистов государственно-исполнительной власти, у нас был конкурс директоров Дома дружбы народов. И тогда же, вот, когда в 2014 году я, как вот заместитель директора, вот заняла третье место в этом федеральном конкурсе, а Ефремов Игорь Семенович тогда был у нас департамент по делам народов, он именно рассказывал о работе Республики Саха-Якутия в сфере государственно-национальной политики, и он занял первое место. И поэтому, ну, мы, конечно, вот, когда вот ездим на эти форумы, даже, ну, без какой-то особой вот такого пиетета, можно сказать о том, что очень многие вот равняются действительно на нашу республику, потому что такая исполнительная власть, как сначала вот и Министерство по национальной политике, потом департамент, ну, и дальше Государственный комитет по национальной политике, он уже у нас существует более 20 лет, и поэтому, естественно, проводится вот система. Но в Перми, конечно, вот мы, в этот раз мы ездили, у нас такая большая делегация была, в этом году мы брали с собой, потому что конкурс в основном состоял среди лидеров национально-культурных объединений, и мы с собой брали, да, общественников. А у себя мы делали как, вот, кого мы выбрали, да, действительно, мы все равно работаем с теми людьми, которые, вот, с теми общественными организациями, которые работают в сфере национальной политики, в сфере межнациональных отношений, да, Поэтому делаем, конечно, кастинг проектов, тех проектов, которые они делали вот в течение года, чтобы было вот каким-то образом интересно, да, там, рассказать, ну, на форуме среди своих специалистов, среди своих экспертов, да. Розаля Ефимовна, ну, а как Вы сами оцениваете развитие межнациональных отношений внутри республики? Вот, как-то изменилась тенденция, вот, их развитие за последние годы? А, ну, мы, как Дом дружбы народов, тоже, вот, работаем пять лет, да, ну, мы были преобразованы, вот, с учреждения культуры, и в течение пяти лет, конечно, нам самим тоже, вот, пришлось выстроить свою работу, да, в каком направлении, вот, работать. И, конечно, вот, именно вот в этой плоскости, да, можно сказать, что, вот, да, нам, на, нами выстроено тоже, вот, свои направления работы, да, мы уже конкретно знаем, с кем мы работаем, и наше население тоже, республики, и города Якутска тоже, вот, нас воспринимает уже как Дом дружбы народов, что мы работаем именно в сфере межнациональных отношений. Ну, по-моему, за эти пять лет, мне кажется, это довольно-таки, ну, как бы, работа, которая, вот, ну, как бы, в нашей республике, она выстроена, ну, хочу я сказать. И я думаю, что межнациональные отношения, вот, в нашей республике, они доброжелательны, ну, каких-то особых конфликтов нету. Ну, если есть какие-то конфликты, да, то это же на бытовом уровне, который, вот, можно объяснить, да, его всегда, вот, между людьми всегда может где-то случиться конфликт, и это, вот, доводить до какого-то межнационального конфликта, по-моему, это не стоит. Ну, в целом, можно сказать, что стали более дружные нации в нашей республике? Ну, конечно, у нас очень много национально-культурных объединений. Вот, в нашем Доме дружбы народов где-то около 45 национально-культурных объединений работает. Конечно, председатели, они все люди авторитетные, поэтому среди своей диаспоры, да, среди своих земляков они имеют и свои авторитеты. И, естественно, все люди видят, что мы проводим различные межнациональные проекты, да, там, различные, поддерживаем эту культуру народов. Поэтому, я так думаю, что, естественно, растет дружба между народами. По крайней мере, конечно, мы, ну, слово, да, там, как растет дружба, да, там, оно это самое, ну, как-то более наивное понятие, да, наверное. Но самое главное, конечно, население должно понимать, что каждый народ имеет право сохранять свой язык, да, там, сохранять свои культуры. Поэтому, естественно, там, представители других народов этому не могут мешать. И, наверное, да, действительно, и должны радоваться, что представитель другого народа, конечно, знает свой язык, свою культуру. И в этом отношении, конечно, вот взаимопонимание между народами, конечно, вот растет. Ну, а как Дом Дружбы Народов способствует гармонизации вот этих межнациональных отношений, да, вот непосредственно, может быть, проводятся какие-то мероприятия, там, сами ключевые о них расскажете? Да, да, да. Хорошо, конечно. Вот, как я уже говорила, что у нас есть, мы работаем вот совместно с Национальным культурным объединением. Ну, совместная деятельность, это сначала вот с общим советом, да, с Ассамблеей Дружбы Народов, куда вот включены представители всех народов. А в Совет Ассамблеи включены все председатели. Конечно, вот они принимают вот такие вот глобальные решения, конечно, вот между собой они. А в Доме Дружбы Народов, конечно, мы проводим различные мероприятия. В первую очередь это что, да? В первую очередь это календарные праздники народов. Вы, наверное, очень многие слышали, да, что вот мы проводим в первую очередь, как только год наступает, но у нас наступают такие праздники, как Рождество, да, там, Крещение, Святки, вот эти вот славянские праздники. Затем у нас идет праздник Белого месяца, Сагалган, ну и там очень много таких весенних праздников народов, как Наурыз, летние праздники, Сабантуй, Сурхарбан. То есть все вот эти вот праздники мы проводим совместно с нашими национально-культурными объединениями. Ну, это национальные праздники. Вторая очередь это у нас межнациональные проекты. Есть у нас очень много и в России, и в нашей республике государственных праздников, да, и к этим государственным праздникам, да, мы проводим межнациональные проекты. Ну, конечно, они разные, да, там, ну, может быть, народу поют о маме, да, там, к дню матери, да, там, допустим, к дню отца, может быть, там, хранители рода, защитники рода, хранители традиций. Также мы много мероприятий проводим именно посвященных женщинам, потому что все народы как-то действительно благотворят же, мать, да, там, поэтому, да, в этом отношении тоже проводим много, много вот мероприятий. Ну, это тоже вот второе направление. И третье направление, вот мы работаем, проводим очень много уроков межнационального общения, которые называются «Народы России. Традиции, обычаи и праздники». Вот, допустим, за последний месяц с уроками межнационального общения наши специалисты и национально-культурное объединение побывали почти что во всех министерствах, департаментах. Но также вот четвертое направление, у нас есть большой вот творческий проект «Якутия – наш общий дом», да, и в этом году мы вот с таким проектом побывали в Татинском улусе, в Амгинском улусе, в Горном улусе. И, допустим, это как бы с двух сторон, да, мы население нашей республики знакомим с нашими национально-культурными объединениями, да, с народами, которые проживают в нашей республике. А с другой стороны, вот, многие вот представители национально-культурных объединений, кроме Якутска, может быть, и нигде не побывали, да, поэтому мы показываем вот красоту нашей земли, родной, да. Арина Федоровна, ну, немного о молодежи, насколько она сейчас толерантна, активно принимает участие. Знаем, что у вас есть и детские, и молодежные ассамблеи народов. Да, у нас есть молодежный совет ассамблеи народов, он уже активно вот работает, как молодежь, у них бывают тоже вот различные проекты. Вот немножечко хочу вот рассказать, вот, ну, у нас вот такая, есть такая активная общественная организация, как «Потомки государевых ямщиков», да, там, и у них есть тоже свой молодежный совет, они уже организовали свой молодежный ансамбль, тоже, наверное, многие слышали, это «Ямская гармония», руководитель Юта Ассекритова. Вот в таком плане, да, там, есть у нас молодежные советы и в других отделениях, то есть это в Улусах, но есть у нас еще и детское отделение ассамблеи народов республики, это в городе Мирном, они, главное, вот, юридически, вот, недавно зарегистрировались, и я хотела сказать о том, что вот в декабре, вот, Совет ассамблеи народов ездил на 20-летие отделения, вот, Мирненского отделения ассамблеи народов республики, вот это уже вот 20 лет. И в этом году, допустим, в Нюрненгринском районе был объявлен год единства народов, да, это тоже, как бы, идет подготовка к 20-летию Нюрненгринского отделения ассамблеи. Розалия Ефимовна, большое спасибо за очень интересную беседу. Дорогие телезрители, вы смотрели актуальное интервью, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была первый заместитель генерального директора Дома дружбы народов Розалия Колосова. Оставайтесь на нашем канале и будьте в курсе всех последних событий. Редактор субтитров А.Семкин